Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Ересь Хоруса Дропа Саут. Вроде как РТС-стратегии, где вы будете развивать свою базу, играть за определенную фракцию, и сейчас нам как раз предлагают выбрать эту фракцию. Со вселенной Вархаммер я не особо знаком, поэтому вы можете меня подправить или дополнить в комментариях под видео. Ну а я, наверное, давайте выберу вот эту вот фракцию, не знаю, как они называются. Игруха, к сожалению, на английском языке, и здесь вроде бы как нет поддержки широкоформатных вот этих экранов смартфонов. В основном 16 на 9. Соотношение сторон идет, и давайте вот присоединимся к лоялистам. Чем меня эта игруха зацепила? Тем, что вроде бы как тут у нас реальный РТС, где мы будем развивать свою базу, отстраивать определенные сооружения. А нет, смотрите, поддержка моего дисплея имеется. Напоминаю, что играю я на iPhone 13 Pro Max. Итак, это туториал. Я все-таки рекомендую с ним ознакомиться, и сейчас мне вот предлагают как раз-таки что-то замутить. Визуально она неплохо выполнена, и, честно говоря, мне пока что все нравится. Так, билд болтер какой-то. Окей. К сожалению, здесь никаких у нас 60 кадров. По ощущениям 30. Так вот, она мне попалась в App Store где-то, и я такой, блин, если это действительно РТС, то круто. Ранее я как-то вас знакомил с одной РТС-игрой. Это было в одном из выпусков Mobile Game News. И вот в той игре меня затягивал геймплей, потому что чем быстрее ты расстроил свою базу, тем быстрее ты сможешь навалять своему противнику и выиграть битву. Так, мы, короче, каких-то пехотинцев замутили. Так, следующая Really Zone какая-то, что здесь у нас. Давайте нажмем. Тоже тут можем мы тренировать вот этих вот пехотинцев, походу. Так, отлично, у меня 8 этих засранцев есть. Теперь мы можем, видимо, напасть на какую-то базу. Так, посмотрим, как все это выглядит. В дальнейшем, я так полагаю, тут у нас появится и тяжелая техника. В данном случае как раз вот тяжелая техника используется. И мы нападаем на чью-то базу. Но пехотинцев я не вижу пока что. Тут у нас бронетехника. Ого! Это стальные гиганты или как их там, Легион называется. Ранее, кстати, я играл в игру. Ту, блин, вот не все вспомнишь. Какие-то рыцари были у всех фракций. А может быть и не у всех. Либо титаны их называли. Так, окей. Развалили. Упал. Ну, пока туториал такой себе. Конечно, хочется понять вообще, как здесь, что работает. Ох ты! Ага, мы сможем, короче, здесь различную технику выгружать. Также можем нападать. Вот, видите, как красиво. Давайте-ка еще пехотинцев хочу. Погнали, пацаны! Отлично. Кто любит игры серии Вархаммер, обязательно пишите в комментариях. Возможно, у вас есть какие-то рекомендации по мобильным играм. Может быть, есть что-то действительно стоящее. Но все, что я пока встречал, это в основном такое. Игра по франшизе, без крови, без жестокости вот этой, которая присуща, насколько я знаю, Вархаммеру 40К. Так, видите свой никнейм? Вот, потому что Вархаммер, насколько я, опять же, осведомлен, это все-таки жестокие бои, куча кровищи. Итак, мы выбираем что-то типа фракции, что ли. Мертвые защитники. Сыновья Хоруса. Дети Империи. И еще какие-то чуваки. Сорян вот не знать. Давайте возьмем Детей Хоруса. Да, хочу выбрать. Периодически идет в игре подгрузка. И вот, опять же, главный экран как будто бы не был адаптирован под разрешение смартфонов. Там 21 на 9, 19 на 9 и так далее. Но благо, как бы, в геймплее тут все нормально. Я думаю, что мы будем развивать свою базу. Добывать, конечно же, всякие ресурсы. И кто-то писал, что в игре есть такая фигня, не очень приятная. А именно, после достижения определенного уровня, дальше, чтобы развиваться, понадобится задротство или донатство. Вот если вы рубились в данную игру, напишите, пожалуйста, в комментариях, так оно или нет. Так, смотрите, мы можем поменять язык, но здесь не особо много вариаций. Оставлю английский. По настройкам графики тоже особо некуда разгуляться. Итак, мы можем что-нибудь установить. Так, саппорт, поддержка. Давайте мы что-нибудь построим. Пусть будет пока ставиться все там, где оно ставится. Это, я так полагаю, элитные валюты, которые нельзя использовать. Окей, что я могу еще установить? Давайте вот памятник или монумент. Нет, не хочу пока ставить. Я думаю, что ее будет позже. Функция пропустить это быстро. Можно, конечно же, посмотреть рекламу и тем самым ускорить процесс строительства. Так, а что мы здесь можем делать? Power Depoit. Это, я так полагаю, что-то типа электростанции. Давайте установим вот эту штуку. Фиг с ним, потрачу. Далее, монумент обязательно, чтобы наши, так скажем, бойцы восторгались и пропитывались патриотизмом каким-то. Окей, так, что тут у меня? Change Legion. Окей. Что у нас дальше там? Какие задачи? Можно прокачивать тут всякое дерьмо. Давайте соберем. Во! Мы можем, смотрите, изучать какие-то новые местности и, конечно же, атаковать. Давайте на следующего врага направимся. Кого данная игруха заинтриговала, ссылки на нее можете найти под видео в описании. Доступно как на АЭС, так и на Андроид. Давайте пахнем вот сюда лученский. Можно, кстати, увеличивать в случае чего. Давайте пехота! Кстати, в зависимости от фракции, которую вы выбираете, у вас еще и будет меняться... Стреляй, я сказал. Во! У вас будут еще меняться сами пехотинцы. То есть цвет их, броня и, возможно, кстати, оружие. Давайте, парни. Вот это максимальное у нас приближение идет. И все. Тут у нас бонусы, награды, которые мы получим. Давайте, парни, можно увеличить скорость. Все. Развалили, красавчики. Мы молодцы, да? Победа! Продолжить. Ну, прикольно, прикольно. Я, конечно, ожидал немножко другого. Но, окей, давайте посмотрим на следующую локацию. И я бы, наверное, отправился на базу, потому что мне нужны солдаты. И я буду, да, использовать, скорее всего, ускорение. Так, окей, забрать награду. Зашибись. Что-то мы забрали. Тут у нас... Тут у нас письмецо и элитную валюту предоставили. Так, дейлики имеются. Опять же, блин, все на английском языке. Но можно, в принципе, разобраться. Вот здесь вот 9 вражеских постов нужно уничтожить. 60 побед. Разрушите 20 строений и тактических юнитов. И получите еще награды. Окей, что-то тут за письмецо. А, ежедневная награда. Все понятно. Так, соберем ресурсы и погнали дальше. Солдаты я себе восстановил. Вот, блин, мне только, к сожалению, не предоставили никакой тяжелой техники. Так, ну это фигня вообще, то, что они здесь разрушают. Вот тут у нас пушка, да? Нормуль, давайте, пацаны. Стрелять будет, не будет? Да, это все-таки пушка. Пока что локации не такие большие и наши персонажи быстренько справляются. Плюс выжили в этот раз все. Давайте поможем им. Я сказал, поможем. Не, не хочет она стрелять. Ну да ладно. Развалили. Все, красавчики. Мне интересно побиться против реальных игроков или более мощных соперников. Вот давайте вот сюда скаут изучить. И тут вот, что это такое? Так, 130 атака. Погнали туда. Что тут у нас? Ага. Пушечка тут есть, пушечка там. А мы можем высадку менять? Нет, к сожалению, высадка у нас только здесь. И я бы, наверное, сразу, знаете, куда бахнул. Вот сюда вот. Сейчас стрельнем. Это мины, кстати. И, блин, а нельзя этих засранцев направлять как-то? Сейчас бахнет ведь. Вот, видите? По минам-то зачем пошли? Ну, может быть, их как-то можно перенаправлять? Либо они все-таки автоматически идут. Так. Это артиллерия. Ну, куда вот вы? Нельзя наших, короче, персонажей выбрать, чтобы они атаковали не главное здание, а вот эту пушку. Потому что сейчас она еще разочек стрельнет и всех развалит. Ну, заодно посмотрим, как выглядит дефитит поражение. Ладно. Мы проиграли. Надо пехотинцев расстраивать. Погнали. На базу заберем здесь всякое. И можно снова тренировать. Стренироваться они уже будут 3 минуты. Вот это минус, конечно, большинства мобильных стратегий. То, что здесь для того, чтобы создать себе пехотинцев, какую-то военную технику, нужно ждать там 3 минуты, либо платить какое-то количество игровой валюты. А игровую валюту мне не особо хочется тратить. Что у нас по строительству? Давайте посмотрим. Может быть, я что-то могу построить. Не, нифига ничего не могу построить. Надо, видимо, сначала какие-то задания выполнить. А потом уже мы сможем строить значительно больше всяких зданий. И вот здесь еще какой-то чувак у нас ходит. Мы можем улучшить. Давайте заапгрейдим. Чего нет? Тебя тоже можно заапгрейдить? Да. А нет, здесь уже у меня ресурсов не хватает. Ну что ж, народ, это был первый взгляд на игру Warhammer 40k Drop Assault. И если вас игруха заинтриговала, и вы сами хотите углубиться в нее, погрузиться, то все необходимые ссылки я оставлю под видео в описании. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok